Инна, а как назвать следующий этап после депрессии? После депрессии? Он, наверное, у каждого свой. Вот. У меня, например, это был этап прозрения. А, прозрение? Я бы так сказала. Когда ты так немножко в голове все переворачиваешь и по-другому смотришь, в принципе, на мир и на жизнь. Как-то легче. Наверное, так. Какой год он проходит, например, там начинаешь? Ты уже в своей стране, получается, уже адаптировался, интегрировался? Нет, я не могу сказать, что ты прям глобально адаптировался и интегрировался. По крайней мере, она перестала тебя пугать. У тебя появились знакомые, общение, работа среди местных. Это тоже очень хорошо. Ты уже, в общем-то, можешь прекрасно общаться с теми же испанцами. На какие-то свободные темы. Это тоже очень здорово. Это помогает немножко в теме жизни какой-то местной. Потом, когда ты понимаешь, что ты нашел не только так высокопарно, нашел себя. Нет, не нашел себя. Можно вообще себя всегда искать и никогда. Вот мне вот, не боюсь озвучить цифру, мне 40 лет, я не знаю, кем я хочу стать, когда вырасту. То есть я столько всего там попробовала в жизни и до сих пор, в общем-то, пробую, экспериментирую. Мне, в общем-то, не страшно опять поменять сферу деятельности на что-то другое. То есть не могу сказать, что все, я нашел себя, успокоился, сижу ровно и отлично. А что бы не попробовать вот это или вот это или вот это, правда? Сидеть, депрессовать. Да, бывают случаи какой-то тяжелой клинической депрессии, когда нужна помощь специалистов, так просто не выйти. А сам начинаешь над этим работать, становится легче, ты чуть-чуть уходишь. И все равно народ себя, человек уже себя везде найти, абсолютно. Для этого не надо иметь какой-то молодецкий задор и удар, понимаешь, какой-то безумный оптимизм. Абсолютно нет. Просто четко надо понять, что наша жизнь, она, в общем-то, конечна. И тратить ее на какие-то такие негативные вещи, обидно просто. Ну, просто обидно, чисто по-человечески даже. Представляешь, вот год моей жизни был посвящен тому, что я как-то страдала, рефлексировала, как у наших Ильфа и Петрова, искания, искания, зачем. Год жизни, в общем-то, не могу сказать, что он потерян. Это тоже, наверное, период, нужный в моей жизни, но нужно было что-то делать в это время, правда? Согласен, согласен. Ну, ты всегда можешь на себя в чем-то найти. Кто-то себя находит в детях, это прекрасно, правда. Кто-то несет свет миру, там, каким-то гуру или еще кем-то, вообще замечательно. Кто-то просто хороший, компетентный специалист. Он отлично строит дома, понимаешь, и он просто незаменим. Спасибо ему огромное за это. То есть у каждого свое место. Потому что вот сейчас опять пошла какая-то миграция народов, да, заметил. Какое-то переселение глобальное туда-сюда, вот как-то вот так вот все пошло. Сейчас не попробовать. Я согласен по-моему. И какой вот этап следующий после прозрения? После прозрения? Не знаю, пока у меня этап спокойствия. Спокойствия? Вот пока да. Пока да. Пока я решаю, что я вкладываюсь в детей. Мне сейчас интересно. У меня дети разновозрастные. Разница у них большая в возрасте, 7 лет. Ну как, относительно большая. Они разные. И мне не скучно в том плане, что я должна совершенно разное внимание уделять детям. Это тоже стимулирует достаточно сильно. Правда. А если вот убрать, например, там, скажем так, внимание сильное детям, например, еще там в работе, то получается человек без этого может потухнуть? А что, конечно, может потухнуть. Ты же от человека зависит? Реализации никакой нет, так получается. Что там с реализацией говорят? Слушай, реализация. Честно, вот поменьше слушать, то, что говорит. На самом деле любую идею, даже самую классную, можно превратить вообще в ужасную вещь. Все мы знаем, чем закончилась прекрасная идея светлого будущего коммунистического. И точно так же мы все за ЗОЖ, мы прекрасные гуру, мы за прояснение, за поиски себя. Она тоже, в общем-то, может закончиться ничем. Просто. Ну не все гуру просветленные должны быть на самом деле. То есть есть человек, которому это не надо. А его к этому подталкивают, потому что это сейчас модно, тренд. Это сейчас ты что? Ты должен найти себя, ты должен все бросить, поменять свою жизнь. Да не должен, ты никому ничего. Согласен, согласен. Если ты чувствуешь, что у тебя есть на это силы и эмоции, то пожалуйста. Если ты понимаешь, что это не все бросить и уехать в другую страну или еще что-то. Не полно в горах сидит, да. Зачем ты должен следовать каким-то трендам? Тоже себя слушай, все. Больше ничего. Я согласен. Вот, Инк, как вы думаете, у меня такой вот подход к жизни. Я, например, не собираюсь, там не скажи, там, ну, как вот здесь даже в спальне. Я каждый день, по сути дела, проверяюсь. Мне там так, иди сюда. А, вот здесь надо это дать. А, вот это туда, вот я так раз, а, понял, спасибо, там, это, а, за это паспорт надо заплатить. Там, вот так, вот заплатить тут. Я так раз, ага, понял, все, спасибо. И, в общем, я никуда так не иду, просто, потому что, ну, понятно, заплатить, ты можешь, во-первых, тебе могут, ну, как я уже говорил, что заплатишь, неизвестно там еще. Я тут точно вообще такая мысль по поводу, там, вот, дети-эко. Это же казино. Это же казино. Понимаете, о чем я сейчас? Да, я поняла. Дети-эко-казино, потому что, как и здесь, там, в документах, так и здесь, ты можешь, там, заплатить деньги, и, там, во-вторых, там, не получится, да, а можно ничего не делать, и, по-то, дело тоже так же. Ну, здесь же есть вещи такие, что ты платишь, например, людям, ну, как, которые в этом компетенты, которые могут тебе помочь, соберут такой пакет документов, правильную подату, правильную форму это будут, но они же не несут ответственность за решение, МИДа Испании, Санхиреи, уже на месте, человек решает, даст он тебе это разрешение или не даст. Риск такой, что это не от них зависит. Ну, это понятно, понятно. Главное, просто понять, понимаешь, вот, с кем ты это все делаешь, да, это компетентен ли ты об этом человек, действительно ли он это знает, или так просто, как все тут, знаешь, я живу в Испании 10 лет, поэтому я супер-пупер классно знаю, что здесь и как делать. Вперед из песней. И ты ищешь человека, которому ты хочешь обратиться с каким-то вопросом, да, и, естественно, ты хочешь найти профессионала, который берет на себя ответственность за то, что он тебе говорит. Все. Здесь уже свои нюансы. Профессионалов много, разных. Ты уже выбираешь, в общем-то, ну, и по зову сердца, и по интуиции, и по отзывам, ну, как угодно, да, вот, то есть ты ищешь. Хорошо, конечно, посмотреть, действительно, отзывы, работу этих людей, что, да, действительно, они там хорошо себе зарекомендовали на рынке, это как-то официально все. Ну, процент риска все равно есть. Тебе там откажут или там откажут. Так вот, получается, я просто смотрю, думаю, ну, если здесь риск, я там теряю деньги 100-200, там, риски щупы, если там, я, вот, нет, ищи я. Ну, получается, я просто туда не иду, потому что, ну, да, можно получить, а можно и... Ну, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Ну, это понятно, но, так вот, получается, я так тоже, в принципе, живу там, где я хочу, например, так. Вот, ну, и в то же время так посмотришь, думаешь, ну, тогда я пока просто там здесь проживу, вот так вот, полиску тоже не угоню. Ну, смотри, я считаю так, что пока, если ты понимаешь, что пока тебе все в таком режиме устраивает, ну, зачем тогда раньше времени что-то себе надумывать, правда? А ну, всему свое время. Тебя сейчас устраивает в таком режиме жить? Ну, прекрасно, почему бы нет? Тебе позволяет время, тебе позволяет финансы, тебе позволяет ушегенский коридор, да, твои какие-то сроки, даты, да бога ради. Как только придет время, и ты вдруг поймешь, что тебе захотелось, знаешь, поближе к земле, да, там, свой домик посадить, там, апельсиновое дерево, да, и родить сына, это вперед, прекрасно. У каждого же приходит период какой-то оседлости, когда хочется. А бывает он никогда не придет. Ну, давай так ездишь всю жизнь. Так это что же хорошо? Согласен, согласен. Я вообще, если начинаю понимать, Инна, вонюшка, просто, ты живешь между. Понимаете, о чем я говорю? А, интересно. Вот такая вот, что между. Между, потому что туда, вроде, дырять там в социум глубоко, не хочется, ну, не хочется, но чуть-чуть. И хочется где-то, а вот когда ты между, ну, как это, Люба? Так, ну, почему нет? Такое состояние, вот, ты вошел, вышел, так, классно, а так, вроде, не там, а не тут, вот так вот. Ну, слушай, ну, если тебя это устраивает, тебе комфортно в этом, как бы, состоянии, ну, хорошо. Почему ты должен сейчас кого-то послушать и броситься сразу резко, там, легализоваться в Испании, понимаешь, или переезжать в Англию, да, и искать свое место подсо. Если тебе хорошо между, значит, сейчас такой период, когда тебе хорошо между. Я просто заметил, с кем я сейчас говорю, там, с разных стран, ну, там, Бельги вот, разговаривал с подписчиками, который классный мужик, и что там, с Германией. Все хотят легализация, чтобы через что-то, или бабла надо дать, или фирму открыть, или там устроиться на работу, блядь, но не хочется. Да, это везде так, смотри, все же это просто, есть человек, а есть государственное устройство. Все. А просто приехать, остаться жить, ну, там, три месяца, девяносто дней, все, а дальше должен отсюда погибнуть. Да. Ну, вот это вот вопросы государственного устройства. Пока у нас устроено все вот так. Если ты понимаешь, что ты пока не готов на это, господи, который уехал, а потом через три месяца приехал опять, потом куда-то еще поехал, тебя сейчас это устраивает? Прекрасно, почему нет? Ну, елки-палки, почему ты должен? Как только ты почувствуешь себе, что, ну, ладно, я уже, в общем-то, готов, хорошо, буду в Бельгии сидеть, в Испании, или там, в Германии, или сейчас вот в Португалию, вот, ну, меня вот это все устроит, я готов заняться вопросами лекализации, ну, вот эти все, знаешь, вот это, юридические все, тонкости, нюансы, пожалуйста. К сожалению, пока еще, конечно, границы не отменены. Я согласен. Государства существуют, и как бы человек не хотел чувствовать себя вольной птицей, он все равно обязан какие-то определенные шаги предпринимать для того, чтобы легально находиться в определенном социуме. Да. Пока у тебя позволяет возможность настроения вот так вот жить между, так, елки-палки, что бы нет, живи. Ты же еще сам не знаешь, где бы ты хотела сесть? Да, до конца не знаю, конечно. Ну, это все. Испания интересная страна, Италия тоже классная, понимаешь, в Германии свои преимущества, Австрия вообще интересная, понимаешь. То есть, так, если ты поездил, тоже посмотрел, везде свои плюсы, свои минусы, в общем-то, по большому счету, можешь выбрать любое, что ты захочешь. А ты еще не определился? Определяйся. Порекомендуйте подписчикам, стоит в Испанию эмигрировать? Эмигрировать? Да. Ну, жить вообще, поехать. Я не могу рекомендовать по одной простой причине. У каждого свои взгляды на жизнь. Кому-то нравится Испания. Кто-то сейчас пытается и ищет возможности эмиграции в Испанию, потому что она слышит, что страна дешевая для жизни. Тоже под вопросом, потому что зависит от региона. Юг Испании беднее, чем центр и север, например, поэтому здесь жизнь дешевле относительно. Кто-то просто без разницы куда, ищет просто, чтобы из страны своей бежать по разным обстоятельствам, мало ли как, что где складывается. И уже исходит из того, что, ну, а куда? Ну, здесь вроде много русских может быть как-нибудь, вот кто-то поддержит. В свое время в Испанию было просто несложно уехать. Даже вот в плане бюрократии какой-то и легализации ехали сюда. Вот и все. Поэтому не могу сказать. Испания страна интересная, понимаешь? Она большая, она разная. Кто-то ищет пляжного отдыха, пальмы, белый песочек, хорошо и отлично. Пожалуйста, Испания, Италия, вперед. Я не могу сказать, что, ребята, да, Испания стоит того, чтобы в нее эмигрировать. Каждая страна для каждого человека в отдельности что-то может предложить. Сейчас люди эмигрируют не потому, что они хотят конкретно куда-то, понимаешь? Нет, Испания – это своего рода популярное направление, я бы так сказала. Чиновничество имеет виллы в Испании. Все почти, да? Здесь же шутки ходят, что тут у Путина, да, вот вилла там, Балтея. Вот. Ну, почему? Потому что в свое время здесь было недорого это все купить, да, относительно. И по налогам им было как-то недорого, еще что-то, да, как-то вот. Были нюансы в свое время. И это такое популярное направление. Для отдыха популярное направление. Потому что отдохнуть в Испании сейчас чуть ли не дешевле, чем в Крыму. Да, даже дешевле, потому что в Крыму что-то вообще дорогое. Да, ну, как бы свои нюансы. Вот. И это просто на слуху, это направление. Вот просто я узнаю, что вот есть Испания, там много русских, как-то можно устроиться. Вот и все. Если вы готовы, конечно, вперед и с песней. Но надо тоже понимать, да, на что идти, с чем можно столкнуться. И что в принципе туризм и миграция это разные вещи. Разные вещи. Диаметрально противоположные. Последний вопрос. Вот отличие все-таки испанских мужчин, например, испанцев, и вот, так скажем, наших советских, да? Я, например, была незамужней девушкой и конкретно бы искала себе партнера по жизни, то, может быть, я в этой теме разбиралась бы глубже, имела бы какой-то опыт и какой-то анализ. Вот, и не умиляет, там человек приехал в Испанию, вот он год прожил, а потом радостно пишет во всех блогах, чем отличаются испанские мужчины от русских мужчин, да? Или еще что-то, ну, здорово. Вот, все-таки лучше это спрашивать из тех, кто это знает серьезно, а не понаслышке. Да, да, у кого семьи смешанные, да, которые могут сказать, ну, как понимаешь, это все равно человеческий фактор индивидуальный. То есть мы не можем сказать в общем и целом, да, то есть, ах, немцы в общей массе своей, это педантичные, строгие, жадные люди. Ну, это какой-то вот определенный стереотип, да? Тоже есть определенный стереотип, что испанские мужчины, это такой идальго, мачо, весь такой там из себя, понимаешь? На практике они что-же разные есть? Не знаю, не знаю, не занималась сравнителем-анализом. Ну, вот, писала статью для украинского ресурса на тему, там, беременность, роды в Испании. И когда начала вспоминать и сравнивать, у меня есть чем сравниться, первая беременность была на родине, и вторая здесь. Вот это уже было интересно, когда ты на практике видишь, сравниваешь, уже понимаешь, уже как, когда ты, в принципе, в теме, да, потому что я работала в медицинском журнале, и, как бы, вот это вот, мне знакомо это направление, именно медицинские какие-то такие нюансы. И вот ты их можешь сравнить на практике. Вот это интересно, когда не голословно, не по верхам смотришь. Вот это да. Вот, или там такие прям отличные. Есть те, которые разговаривают с тобой сквозь зубы. То есть, есть те, кто не делает различия, там, иммигрант или не иммигрант из Сирии, это из Марокко, или из Украины, или из России, понимаешь? А есть те, кто, ой, понаехали тут. Понятно. То есть, не без этого абсолютно тоже. Есть, есть и такое есть. Но все равно интересно. Главное, вот, честно, кто просто не говорил, язык учить, все. Ну, конечно, здорово. Здесь вообще такая зона, что его можно не учить. То есть, ты сейчас куда-нибудь вниз, везде есть и русскоязычные сотрудники, и куча людей, которые могут тебе помочь куда-то по телу. Ну, даже сам для себя, вот, просто ориентироваться в обществе, понимать. Ну, это же здорово. Ну, что просто сообщение было бы, как бы, если закрыт только языком. Конечно. Языковой барьер, это страшно, на самом деле. Штука. Да, язык надо учить. И испанский язык, он приятно. Ну, не поехал, первое, что ты должен делать, это выучить язык. Ну, хоть на каком-то уровне, чтобы как-то общаться. Это не значит, что ты там должен все бросить, дойти до уровня С2 или там свободного владения, ну, так, чтобы изъясниться элементарно. Ну, это же здорово. А какой кайф, когда ты понимаешь, что тебе говорят. Да, то есть, если не просто спрашиваешь, да, там, по словарю или там по самоучителю, тебе что-то отвечают, а ты же любят ответить обстоятельно. Поинт-поинт. Какие-то вот еще плюсы, вот какие вот именно здесь, чем больше всего нравится испанинка по сравнению там с Украиной? Два плюса по сравнению с Украиной? Ну, вообще, да, два плюса, из которых здесь свои жить. Погода. Потому что в Украине с ноября по март я накрывалась одеялом и существовала в режиме, боже мой, я просыпаюсь темно, я сижу на работе, мне темно, да, то есть, вот это для меня это очень тяжело. То есть, мне сложно. Для меня световой день должен быть длинный, солнечный и красивый. Вот. Здесь я могу носить свою любимую замшевую обувь, не боясь, что, в общем-то, я ее убью сразу же, да, вот после недели носки. Это важный для меня фактор очень. Потому что здесь дожди идут, ну, да, редко и метко, да, ну, относительно, да, то есть, вот клипа, правда, вот, тяжело это дается, вот, два месяца летней жары, но тоже. Это июля будет, да? Да, вот июля будет. А в общем и целом, знаешь, когда это в январе на пляже лепишь песковика, это же кайф. Ну, вообще, да. Честно. То есть, ощущение. А если сильно захотелось снега, вот тут граната, пару часов езды на машине, горы, все. То есть, ты поехал, полепил снеговика из снега, да, дети покатались на санках, ну, в общем-то, задача выполнена. И второй фактор, что мне здесь нравится, это, ну, я сказала, люди. Знаешь, почему? В большинстве своем, я уже себя поймала на этой мысли, все равно тебя играет окружение. Когда ты выходишь и идешь на работу с каким-то удовольствием и счастьем, потому что тебе это не напряг, да, то есть, ты с утра стоишь, о, мне сегодня на работу, радостно. Ты выходишь, и тебе в лифте говорят, о, ла, да, ты зашел в магазин, ты можешь поговорить такой small talk с продавцом, там, по поводу, там, каких-то вещей. Это здорово. А ты приезжаешь домой, и все такие... Я понимаю, это вообще не от сладкой жизни такие люди, да, вот это... Ну, это тоже очень влияет. На меня это влияет. То есть, я приезжаю домой, и когда я говорю в лифте доброе утро, на меня смотрят, как на врага народа, как-то так, знаешь, или как на больную, у тебя все в порядке, что ты с утра здороваешься со всеми, ну, то все-таки мелочь такая. А мне вот приятно, что ты выходишь, и у тебя все так по-моему-то, хорошо. Вот отношения доброжелательные в большинстве своем. Все равно. Может быть, еще через мою призму, да. То есть, если бы я ходила, там, волком на всех смотрела, может, мне тоже такие подались. И там, где у вас последний, который, не варь, ты здесь в Испании? Маньяна. Какие классные? Маньяна. Это да. Особенно вот в работе, когда сталкиваешься, и у тебя вот что-то завязано по работе, да, то есть мы должны там определенный срок подготовить какие-то документы, куда-то их подать, какие-то сроки получить ответ. И, кстати, все это растягивается на какие-то месяцы ожиданий. Месяцы, даже не на дни. Ну, да, у тебя туристическую лицензию что-то получить, ты можешь 7 месяцев ожидать здесь сертификат из местного урбанизма, например, да, потом подавать его в Аликанты. Ну, то есть это там 8-9 месяцев, но это в другом. То есть вот эта вот маньяна и неопределенность в сроках, это даже не раздражает. Я к этому уже привыкла, но это, как знаешь, утомляет. Утомляет. Еще один минус. Ну, хороший вопрос. Вот этих всяких, знаешь, проволочек каких-то бюрократических вот этих всех. Когда ты зависишь от настроения чиновника, даже свои какие-то вещи решать. Да, вот это вот некомпетентность на местах местная. Да, вот это все. А, знаю, наверное, что еще. Знаешь, что здесь дорогая телефонная связь и интернет, и не всегда качественная. Честно. Я помню, я уезжала из Украины, и у нас оптоволокнули уже, в общем-то, в каждой канализации было, да, вот 10 лет назад. Здесь его только-только проводят. 10 лет прошло, да, получается? То есть, да. И, например, какие-то рекламные вещи, дизайнерские вещи, там, когда у тебя глаза шпитляют, они здесь, в принципе, в противозачаточном состоянии. То есть ты смотришь какие-то вещи, которые у нас прошли, понимаешь, еще там в середине 90-х, а здесь они, ну, такие какие-то. Они, вот, просто глаз цепляется за что-то, так, да, чисто, вот, по старой памяти. Вот, ой, в общем-то, это уже давно не в тренде, не модно, там, или еще что-то. Вот, у меня подруга лучше, она дизайнер. Хороший дизайнер, вот, качественный дизайнер. И вот ты видишь ее работы, да, смотришь, и работы какие-то, вот, которые здесь, в общем-то, считаются модными, и удивляешься. Вот это тоже. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот.